Молодежный фестиваль в Сочи – третий для нашей страны. Еще в Советском Союзе в 1957 и 85-х годах проводились многотысячные фестивали молодежи-студенчества. На молодежь всегда возлагают большие надежды. Она определяет развитие страны, республики. От ее навыков, таланта и пассионарной энергии зависит прорыв и рывок, либо упадок, будь то экономики, культуры или спорта. Политику же, как правило, делают старцы. Хотя и молодежь всегда во главе революционных веяний. Этот год – год столетия двух русских революций. А в следующем – выборы президента страны. Владимир Путин прощупывал молодежный пульс. А наш специальный корреспондент Хадижа Курбанова вспомнил о героях былых фестивалей. Как это было и что дает фестивальная энергия для молодежной политики – смотрите в ее материале. Сумасшедший фестивальный ритм заряжает молодежь всего мира на площадке Олимпийского в Сочи. 18-й по счету в мире, 3-й в России. Этот форум – не просто масштабное развлекательное шоу. Цель фестиваля – объединить молодежь в борьбе против главных социальных проблем современности. Сплотить ее воедино за мир и демократию. Движение, пропагандирующее интернационализм Советский Союз, впервые поддержал в 1957 году. После десятков лет обособленности Советского Союза страна вновь становится открытой. За границей пребывают в шоке. Наконец приоткрывается железный занавес. И вдруг по улице Москвы ходят тысячи людей со всех концов света, всех цветов и оттенков. Все это привлекало огромное количество участников и журналистов. Так, Московский фестиваль стал одним из крупнейших культурных и политических событий послевоенных лет. В следующий раз Москва стала хозяйкой фестиваля в 1985 году, когда в стране была объявлена перестройка. И тогда Советский Союз уже не был большой загадкой для иностранных граждан, но масштабность от этого форум не потерял. Его участниками стало 26 тысяч человек. Вот число вошли и представители нашей республики. Такое открытие фестиваля было уникальное. Никогда молодежь такого грандиозного открытия, как в 1985 году, не видела. А на закрытии практически все плакали. Никто не хотел расходиться. И даже эта песня, ну для вас, молодых, это может быть не совсем. Но вот когда Мишка, Талисманов же Мишка был, и когда еще показывали, как он улетает и так далее, даже вот эти впечатления какие. А так, конечно, впечатления грандиозные. В памяти Зумруд Сулеймановой фестиваль оставил только приятные моменты. Форум также подарил ей немало друзей. Со многими она поддерживает связь по сей день. Я с первым секретарем горкома комсомола Алиев Рамазан был, и их у нас была встреча на подписание совместного договора, поехали в Болгарию. Потом через какое-то время с болгарской делегацией он приехал сюда. Он уже на партийной какой-то работе был. А уже спустя лет 15-20 уже, я знаю, что у него было две девочки родились, они, он с детьми приезжал сюда. Наша семья ездила туда, я со своими сыновьями. Сегодняшний фестиваль молодежи не ознаменован никакими политическими событиями в стране. Но дружба, мир и общие цели по-прежнему объединяют представители разных континентов на одной площадке. Интернациональный форум открылся в Москве и уехал в Сочи. Там участников ожидала официальная церемония открытия. Энергия, талант молодости обладают поразительной силой. Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей. Дерзайте, создавайте свое будущее, стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Все в ваших силах. Главное упорно идти только вперед. Впервые в истории фестивального движения в грандиозном молодежном празднике задействована вся страна. Форум расширил географию. 15 регионов России посетили иностранные граждане. В их число вошел и Дагестан, где участники посетили Дзербент, Сулакский каньон и песчаную гору Сарыкум. Многие остались под глубоким впечатлением. Вчера я посетил Джума-мечеть в городе Дзербент. Я был впечатлен тем, насколько она давно построена. Если не ошибаюсь, это около 1200 лет назад. То, как было построено здание, надписи и все остальное, очень напомнило мне одну из древнейших мечетей нашей страны. Форум – это хорошая площадка для реализации идей, и механизмов как с самой молодежью, так и непосредственно с их проектами. Вообще, чтобы вы понимали, форум является хорошей возможностью для выстраивания коммуникации между властью с одной стороны и общественной инициативой с другой стороны. Каждый форум или фестиваль несет какую-то смысловую ценность. В одном случае это образовательный аспект, в другом – оказание грантовой поддержки. АВФМС-2017 – это глобальное событие в мире, поучаствовать в котором выпадает шанс не каждому поколению. Поэтому задача каждого из участников – использовать полученные знания и приобретенный опыт в правильном русле. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов. Специально для итогов недели.